В общем, в двух словах. Те, кто не видел программу, я расскажу вам вкратце о том, что будет в этом курсе. Первое. Мы, во-первых, разберемся о том, как устроена, скажем так, железо или компонентная база на очень высоком уровне, чтобы просто понимать, зачем разные квадратики или кубики внутрь компьютера вставлены, как они друг с другом взаимодействуют. Вот это первая часть. Вторая часть будет посвящена, собственно, программному обеспечению. Ну, в общем, какие-то вводные слова о том, как написать операционную систему, что там обязательно должно быть, как все это работает. Вот. Вот такой у нас план. Ну, а руками мы попробуем, значит, поделать различные упражнения, связанные. А кто-нибудь вообще программировал там, не знаю, на ассемблере когда-нибудь? Поднимите руку. Кто? Кто? Так, вот примерно 3,5 человека. А нет, 4,5. Отлично. Ну, вот, значит, у всех остальных есть шанс попробовать это сделать, причем сделать для разных архитектур. Ну, мы будем только две рассматривать, потому что больше нам просто не постичь. Мы посмотрим на x86, посмотрим на ARM, на риск, архитектуру. Вот. Значит, попытаемся поработать с разными вещами, типа там прерываний, драйверов, управления процессами и так далее. Вот. Мой курс пересекается каким-то образом, небольшим, касается, скажем так, вскользь, с курсом, который называется что-то типа хай-перформанс компьютинг или там высокопроизводительное вычисление или параллельное вычисление, что-то такое. Вот. Если у кого-то был, вот такой Женя Калишенко тут, насколько я помню, читает. Читает. Да, то есть, знаете, да? Хорошо. Ну, вот, у меня как бы нижняя часть этого фундамента у него, ну, такая уже прикладная. Какая-то вот. Сегодня у нас очень простая задача. Я даже вот, ну, кроме шпаргалки вам ничего не покажу. Вот, а шпаргалку перерисую на экран, на доску. Значит, сегодня у нас очень простая задача разобраться, вот, как происходило развитие, значит, вот, аппаратной базы и программной базы, вот, от, начиная, там, не знаю, первого компьютера, который вы сможете вспомнить, кончая тем, что мы видим сейчас. То есть, различные, там, системы виртуализации, значит, вычисления, там, в кластерах, не знаю, клауд-компьютинг, если кто-то знает, что это такое. Вот, мы должны вот по кусочкам, значит, пройтись по этим шагам и понять, почему вот это так развивается или почему это так развивалось, и что мы на самом деле имеем, с чего мы, значит, отталкиваемся, то, чтобы перейти на каждый следующий шаг. Вот, давайте, ну, поскольку я сказал, мы начнем с аппаратной базы, давайте вспомним самый древний компьютер какой-нибудь, кто-нибудь вспомнить. Ну, а бак приводить не надо, вот, а все-таки, вот, как, давайте. Есть идеи? Вот у вас там, я знаю, есть идея. Озвучьте ее. Значит, на самом деле, давайте, это же я не название вас спрашиваю, было много разных, значит, вариантов, да, но первые компьютеры. Да, значит, можно, можно так подойти, но давайте технически подойдем. Первые компьютеры были механическими, да, то есть, ну, не знаю, вот арифмометр, в принципе, компьютер. Вот, в нем заложено 4 программы аппаратно, даже, не то, что там запрограммировано, напильником сделано. Вот он умеет там складывать, вычитать и так далее. Вот, значит, ну, на самом деле, самое первое, скажем так, развитие вычислительной техники было связано с оборонной, там, какой-то промышленностью, не нашей, не российской, наверное, какой-то западной. Вот, как было связано. Значит, ну, вот, надо было очень быстро вычислять траектории каких-то там снарядов, да, ну, долго считать, параболы и так далее. Дифференциальное уравнение решать. Были вот такие вот компьютеры. Они были, а, аналоговые, часть из них, б, значит, какие-то цифровые, условные. И первая ошибка, вы знаете, да, почему баг стала называться, все знают, да? Где-то в интернете вы можете в Википедии, наверное, найти даже, а у вас, кстати, вот компьютеров нет ни у кого, я думал, все сидят в компьютер, все записывают. Вот, значит, в Википедии вы можете найти описание первой ошибки, сложно назвать ее программной, но тем не менее, почему багами все называют, да, баг это жучок. Вот где-то на бумажке приклеена муха или моль, которая попала в контакты какого-то там, значит, вычислителя, да, и, значит, замкнула. Вернее, наоборот, как изолятор сработало, значит, компьютер не отработал. Но мы такую древность обсуждать не будем. Значит, мы начнем с первых, значит, с элементной базы, вот появился там транзистор, да, значит, все знают, кто не знает, что такое транзистор. Отлично, тогда пойдем дальше. Да, то есть известно, что на транзисторах можно собрать, ну, на транзисторах каких-то сопутствующих элементах можно собрать какую-то фиксированную схему, да, вычислительную. Можно собрать, допустим, ячейку памяти там, которая хранит один бит, да, какой-то триггер там, да, можно собрать сумматор, который просто складывает там, ну, числа какой-то фиксированной разрядности или биты просто, да. Можно, значит, собрать еще какой-то прибор, не знаю, сдвиг, регистр и так далее. То есть можно какие-то компоненты собрать. Пока мы сейчас говорим про аппаратуру, да, значит, и вот давайте так будем рисовать таймлайн транзистора. Транзисторы, да, значит, в общем-то это непрограммируемые элементы, да, это физические устройства, которые получают свою функцию основную в момент их создания. Вот схему спаивают, вот все, такой компьютер, непрограммируемый. Дальше. Следующий шаг, ну, я про лампы не буду говорить, то же самое, да, то есть лампы тоже такие очень большие транзисторы, условно. Вот. Значит, следующий шаг. Значит, компьютеры или там вот эти схемы, да, усложняются, транзисторы становятся меньше. И следующее новое качество, которое мы получаем в компьютерах следующего поколения, это возможность написания простых программ. Вот что за разница между теми компьютерами или теми вычислительными устройствами, которые были спаяны из транзисторов, и теми, которые уже умеют выполнять какие-то программы. Сейчас разберемся, какие программы. Разница такая. Если здесь вся схема создана для того, чтобы выполнять одну функцию, здесь появляются какие-то блоки, какие-то кусочки, да. Значит, ну, блоки такие в основном. Это память, это какой-то вычислитель. Ну, еще один блок, ну, давайте его пунктиром нарисуем, такая схемотехника, да. Это взаимодействие с внешним миром. Сейчас мы про это поговорим. Значит, почему вот этот компьютер имеет возможность выполнять программы? Потому что он может какие-то данные хранить, плюс он может включать какие-то различные свои компоненты. Ну, то есть у него есть несколько базовых, ну, я пока буду говорить спаянных внутри, там, может быть, кристалла, может быть, просто схем, которые умеют А складывать, Б там сдвигать, В что-нибудь еще делать. Вот, значит, теперь давайте посмотрим, как же такой компьютер работает по сравнению с тем, как вот этот компьютер работает. Вот этот компьютер или схема аппаратная, да, начинает работать, как только подают напряжение, да, вот каким-то образом. Ну, давайте пока вот так рисовать, что у нас есть какой-то, не знаю, вычислитель, да, вот у него есть какие-то ножки. Некоторые из этих ножек называют входами, некоторые выходами. Все, значит, как вот работает схема вот в этом историческом срезе? Мы подаем напряжение, сразу здесь получаем какие-то другие, такой-то другой набор напряжения, вот, собственно, подаем другое, получаем другое. Все, вот вся схема, никого программировать. Все программирование за. Те, кто подает напряжение, тот и программирует. Что получается здесь? Вот этот компьютер надо заставить выполнять шаги какие-то. Вот мы уже подошли к тому, что такое программа и как вообще работает вот некий вычислитель, да. Значит, вы знаете, что для того, чтобы процесс, ну, мы сейчас вот разделились. Помните, я сказал вначале, что у нас были аналоговые компьютеры, да, которые что-то там вот итеративно, даже не итеративно, но не будем в эту область ходить там, слишком все нам не нужно. Вот, дискретные компьютеры, да, или цифровые, цифровым компьютерам нужно что? Им нужна какая-то команда, которая заставляет их шагать, шаг за шагом, правильно? Шаг за шагом, шаг за шагом. Зачем? Потому что компьютер делает следующее. Первое, он выбирает что-то из памяти, чтение команды, второе, исполнение, то есть подключение вот этого блока, какого-то одного из блоков, да, третье, вывод, вывод результата. То есть это базовый цикл вот любого компьютера, да, что он делает? Он читает из памяти что-то, допустим, каждую следующую какую-то ячейку, ну, не знаю, какую-то, как-то мы умеем, сейчас разберемся, как-то мы умеем специфицировать место в памяти, как, откуда ему читать. Значит, что он читает? Читает он две штуки, инструкции, команды, да, и данные, над которыми эти команды исполняются. Результат, соответственно, тоже, значит, он может записать в память. Ну, память, либо это часть самого устройства, самого вычислителя, либо какой-то внешний, ну, тоже какой-то собранный из транзисторов, там, или еще чего-то, значит, блок. Вот, так вот, для того, чтобы, ну, и вспоминаем, там, идеи, там, абстрактные машины Тьюринга, там, и так далее, вот это, в общем, реализация. И существует два варианта базовой организации такого вычислителя, да, значит, первое, это когда у нас есть, ну, вот сейчас я введу такое понятие, как шина, и чуть попозже про это мы еще поговорим. У нас есть, значит, во-первых, собственно, вычислительное устройство, да, вычислительное устройство, какой-то процессор, если хотите, да. У нас есть отдельно память, память. У нас есть шина. У нас есть шина, да, значит, и память, и вычислительное устройство, ну, пока у нас других блоков нет, да, вот только три их в нашей архитектуре, они соединены шиной, да. Все, значит, что такое шина, какую роль она здесь играет? Все очень просто. Значит, вот вспоминаем вот эту вот простецкую схему, которую мы спаяли из транзисторов, да, которую, если мы подаем какие-то напряжения, она сразу нам выдает результат. Вот шина нам помогает, что делать? Она помогает нам выдавать нужные напряжения на вот эти ножки. Вот. Теперь давайте разберемся, что это за напряжение, что это за сигналы, и зачем вот эти ножки используются. Первое. Нам надо выяснять, какая команда сейчас должна быть исполнена, да, то есть часть ножек мы можем задействовать. Для того, чтобы туда подавать команду, часть ножек мы можем задействовать для того, чтобы подавать туда данные. Ну, например, вот там 2 плюс 3, да, простая операция, вот данные у нас 2 и 3, а плюс это команда. Вот простая идея. Теперь мы можем подавать данные и команды по-разному. Первый вариант. Мы прям саму команду подаем на вычислительное устройство, да, на нужные ножки. Вот. Это первый вариант. Второй вариант. Мы подаем адрес команды, которая лежит где-то в памяти. Это одно и то же. За исключением одной маленькой детальки. Деталька такая. Для того, чтобы с этой командой все-таки что-то сделать, процессор, ну, или вот этот вычислитель, да, он должен иметь соответствующий какой-то, соответствующий блок, который умеет эту команду читать, дешифровать. А что такое дешифровать? Это значит подключать нужный вот квадратик для сложения, вычитания, там еще чего-то. Вот пока на таком примитивном уровне, да. Вот. То же самое касается данных. Мы можем данные подавать прям на ножки. Первый вариант. Второй вариант. Мы можем на ножки подавать адрес данных где-то во внешней памяти. И третий вариант. Мы можем кусочек внешней памяти поместить вот сюда. Вот это у нас получается что? У нас получается регистр сначала. Да, вот мы уже добрались уже примерно до какого-то архитектурного понимания, как из транзисторов спаять какой-то вычислитель общего назначения. Но у нас не хватает еще одной здесь детальки. Деталька такая. Вычисления происходят шаг за шагом, да. И на самом деле любая программа чем занимается? Чем занимается любая программа? Вот на компьютере запускаете, чем она занимается? Исполнением команд. Она занимается модификацией памяти. Вот у нее на входе один образ памяти, одно состояние. Команда происходит, другое состояние. Больше она ничего не делает. Вот если так разобраться, да, вот процессор или компьютер занимается ничем иным, как просто модификацией памяти. Вот, то есть, вот до команды у нас одно состояние памяти, после выполнения просто другое. Все, ну мы пока отбрасываем в сторону всякие устройства, там вот вывод, сейчас мы про это отдельно поговорим. Вот, пока у нас получился вот такой компьютер. Нам надо научить его шагать. Поэтому выгодней, выгодней завести специальный блок. Вот здесь мы уже начали про него говорить, который занимается выборкой команды их дешифрации. Вот, и этот блок связать с регистром, в котором хранится указатель на текущие команды. Вот так в любом современном процессоре появляется, ну, то, что называют instruction pointer или там по-разному. То есть, некий указатель или некий адрес, который указывает начало следующей команды. Вот, и теперь нам остался еще один маленький блок, который нам надо сюда добавить. Нам надо, чтобы вот эта схема начала работать. Ну, то есть, вот мы все соединили, но еще не работали, не завели. Вот, для того, чтобы завести, нам надо знать следующее. Во-первых, выборка, ну, вот, чего-то из памяти, команды или данных, она занимает какое-то время, правильно? Ну, вот снизу там какая-то физика, да, вот мы не зря здесь транзисторы специально написал. То есть, какой-то скорость переключения, там транзисторы, распространение сигнала и так далее. Вот. Поэтому мы должны это учесть. Это, во-первых. Во-вторых, все компоненты и память, память это же тоже какая-то схема на транзисторах, да, и процессор, они должны работать в каком-то одном общем времени, правильно? То есть, когда вот этот собрался читать вот что-то из памяти, память должна быть готова ему это дать. Ну, что это значит? Это значит, что просто процессор читает, я про шину еще поговорю, не бойтесь. Значит, процессор соединен с шиной и использует ее какие-то там линии, да, ну, ножки те же самые, да, для того, чтобы читать какие-то значения. Но в этот момент память должна их туда выставить. Ну, это тоже схема, да, то есть у нее тоже много каких-то ячеек, она должна выбрать ту из которой, ну, вот каким-то образом ей должны указать и выставить. Так вот, для того, чтобы все это работало в общем времени, заводят, наконец-то у нас сейчас заведется все, заводят какой-то генератор частоты. Ну, вот давайте я вот так напишу, это, конечно, немножко как-то так жестко, но тем не менее. Значит, так вот, появляется блок, который задает время, кварцевый генератор. Значит, какая задача вот этого кварцевого генератора? Значит, это просто... Сейчас я попытаюсь привести человеческий пример какой-нибудь. Ну, вот море, шлюпка, и там, значит, несколько пар грибцов. Вот, если они все будут в разнобой грести веслами, то, значит, они будут там... Весла их будут сталкиваться, они там будут ругаться, в общем, брызги будут лететь, лодка плыть не будет. Вот, для этого, значит, на корму, или наоборот, куда-то там, на противоположной части этой шлюпки, садят там человека специального с рупором, да, вот, называют его менеджером или генератором частоты, и он начинает командовать и раз, и два, и тогда все по нему синхронизируются. Вот роль генератора частоты та же самая. Он генерирует импульсы, которые доступны. Ну, мы не будем в физику импульсов лезть, а какие-то. Вот с какой-то частотой где-то он подает сигнал, да. Ну, давайте для простоты думать, что вот какой-то один из проводков на этой шине, он тоже связан, он вот зарезервирован для того, чтобы подавать вот эти импульсы, да. Вот когда там единичка, да, все устройства начинают работать. Они все используют все остальные дорожки этой шины. Когда там 0, ну, можно делать все, что угодно, ничего не произойдет. Вот, так вот, смотрите, что получается. Получается, когда мы включаем компьютер, я как машину заводим, да, ну, не важно, включаем компьютер, первым начинает работать, в общем-то, генератор частоты. Вот только после этого все заводится. И давайте посмотрим, как эта картина живет. Генератор частоты начинает подавать сюда раз за разом импульсы, да. Ну, вот эти друзья еще друг о друге не знают, это отдельные устройства, ну, какие-то, да. Значит, чем занимается процессор? Процессор получает импульсы и начинает читать и исполнять команды. Теперь вопрос. Какие команды и откуда он начинает читать? Непонятно. Значит, обычно, обычно существует какой-то начальный адрес, какой-то начальный, он фиксированный, прошит в процессоре. Вот, когда его включают, он начинает исполнять инструкции по определенному адресу. Вот, то есть он начинает под этим, вот, под воздействием этих импульсов просто исполнять команды с конкретного адреса. Это железно. То есть это не кто-то запрограммировал, это спаяли его так. Ну, там, спаяли, я условно говорю, да, сейчас технологии и другие. Это его так спаяли. Вот он начинает, значит, просто исполнять программу по конкретному адресу. Значит, вот этот адрес, он отличается. Там, в зависимости от, не знаю, архитектуры, производителя, там, модели процессора, он может меняться. Это неважно. Но сейчас мы разберемся, почему он меняется, а все продолжает работать. Это вот пока отложим в память. Теперь, как я обещал, поговорим про шину. Что такое шина? Значит, шина, а кто не знает, что такое шина? Это как? Можете объяснить в двух словах? Ну, это что-то координирует. Не-не. Ну, похожая идея, но не вот координирует вот этот. Шина – это, смотрите, это такой, как объяснить. В общем-то, если бы мы соединяли вот эти штуки напрямую друг с другом, да, чтобы нам потребовалось, нам бы потребовалось гора проводов соединить вот эти вот вещи друг с другом, да, гора проводов соединить, ну, вот, ну, каждый с каждым. Да, получилось бы такая очень сложная какая-то штуковина, вот, и провода эти, все это сложно, да, поэтому что делают? Поэтому делают такую архитектуру, вот, просто берут эти провода, прокладывают, я специально так вот немного грубо рассказываю, да, чтобы было просто понятно, что такое шина, и не было иллюзий. Значит, вот прокладывают эти провода тонко-тонко где-то там на системной плате, как-то так, чтобы они не интерферировали там еще чего-то, вот, и к ним подключают, ну, вот, сколько ног у устройства есть, каким-то образом, да, вот, можно к тем же ногам, к другим, вот. Вот, это топология, какая-то, подключение устройств, например, память, у нее какая задача, у нее задача очень простая, ей говорят, по одним каким-то ножкам, говорят, хочу вот, вот, из такой-то ячейки выбрать, там, из 365, у памяти есть разрядность, да, вот, если 365 влазит сюда, да, то мы такой адрес можем выставить, выставили, а по другим ячейкам, то, что лежит по этому адресу, мы хотим получить, то есть память работает очень просто, вот, вспоминаем вот этот квадрат, да, у нее так, вот здесь вот входом является номер ячейки, ну, понятно, что мы в бинарном виде можем записать здесь все, что угодно, да, а выходом является число, которое там лежит, то есть мы, меняя вход, получаем другой выход. Логика такова, что вот просто ячейки здесь перечисляются, а здесь это могут быть команды, это могут быть данные, вот, третьего не дано, вот, вот, так взаимодействует устройство, через шину, шина, это, скажем так, промежуточный буфер, обменный, да, вот, как бы, такое место, вот, не знаю, еще говорят, вот, вот, модель такая есть, как бы, доска объявлений, да, то есть вот, вот, есть у меня белая доска, а вот вы все устройства, да, значит, вот, в моей системе, в моем компьютере, да, если я вот куда-то, значит, на часть этой доски положил какую-то, написал, какое-то слово, вы его все видите, вы можете его использовать, но доска, это модерируемый ресурс, то есть, если мы все вместе побежим что-то писать на доске, получится хаос, правильно, поэтому шина, поэтому шина принадлежит в один момент времени, ну, по крайней мере, по записи, одному из этих кусочков, одному из этих устройств, вот, существует целая какая-то процедура, какой-то алгоритм, кто владеет шиной, то есть, кто имеет право туда писать, ну, иногда и читать, но это не очень важно, давайте думать, что там, вот, пишем и все, вот, то есть, на самом деле, на самом деле все очень просто, ну, шина чуть-чуть посложнее нескольких этих проводов, она просто еще имеет, ну, вот, мы усложняем нашу архитектуру, но, тем не менее, мы еще один. Блок сюда вот, прикрутим, назовем его контроллер шины, чем занимается контроллер шины, он устроен вот, вообще, вот так вот, как бы так попроще нарисовать. Ну, давайте вот так сделаем, значит, вот, у шины, может быть, допустим, вот, четыре я нарисовал потребителя, да, вот, и это вот входы, это выходы. Вот, каждый, вот, значит, с каждым потребителем связан один вход, и с каждым потребителем связан один выход. Если я хочу использовать шину, хочу заблокировать и использовать, да, что-то туда записать, я подаю сюда запрос, единичку, говорю, хочу шину. А вот этот друг, который называется контроллер шины, он смотрит, у него какая-то внутренняя логика, если шина не занята, тогда он помечает, что, ага, шина занята мной, и мне здесь выдает тоже единичку. То есть, если я по другой ноге получил единичку, я знаю, что шина моя. Все, я ее использую до тех пор, пока мне не надоест, все, я единичку снимаю. Все, значит, все остальные, которые подают единичку, пока шина занята мной, получают ноль на выходе. Вот такая простая идея. То есть, реализовано, конечно, это немножко по-другому, есть протоколы шинные, мы про них будем говорить. Ну, вот. Базовая идея понятна, да, как все работает. То есть, вот мы, давайте так, сделаем такой микроскопический запятую поставим в нашем разговоре. И давайте вы зададите вопросы, вот что непонятно, как все работает, если все собирать из транзисторов. Вот, ну, за исключением того, как блоки устроены, я сам не знаю, да, как там память сделать. Это неважно, мы же не физику тут изучаем. Вот. Ну, вот общая идея понятна, какие вопросы здесь есть, может быть, у кого-то. Нет, все понятно, да, прекрасно. Теперь давайте. То есть, это... А кто запрашивает данные в памяти? Сам процессор, он, ну, это понятно, что он, а он куда посылает, через шину или сразу он напрямую к памяти обращается? Нет, вот, смотрите, очень важно понимать, да, хороший вопрос, спасибо. Значит, очень важно понимать, что ни одно устройство само по себе ни с кем напрямую не работает, вообще. Так не бывает. Всегда все работает через какую-то шину, ну, либо еще там, мы когда про ввод-вывод сейчас будем говорить, я расскажу, как еще бывает. Но всегда через память, всегда это некая процедура резервирования вот этой пропускной способности, времени использования шины и так далее. Процессор работает так. Давайте еще раз проиграем. Я включил генератор частоты. Да? Ну, давайте вот шину чуть-чуть расширим, чтобы было понятно. Предположим, что у нас шина, вот она имеет сколько-то там проводов, вот, и люди ее называют так. Вот это верхний набор проводов называют шина адреса, а вот этот вот нижний набор проводов называют, ну, или, допустим, там, вот эта шина команд, вот эта шина данных. Да, то есть вот здесь выставляется номер ячейки, где лежит команда, а здесь выставляются данные, которые с этой командой связаны. Ну, который либо вход, либо выход, там, и так далее, да? Вот как начинает работать процессор? Вот ему поступил первый такт. Он проснулся, да, вот. Проснулся, ага, вот он, значит, у него аппаратно так реализована схема, он выставил, просто скопировал то, что у него лежало вот в каком-то, не знаю, железном виде, если. Если хотите, какое-то число, то есть это то место, с которого он начинает выполнять команды, он выставил вот сюда его, скопировал, да, аппаратно, аппаратно скопировал, подключил, да, все. Значит, что после этого произошло? После этого произошло следующее. Памяти надо какое-то время, допустим, она реагирует, там, она может исполнить команду, там, за три такта. Вот генератор тикает, 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 три такта тикнул. Значит, память смогла выставить данные сюда, саму команду. Вот, то есть все, она уже может быть считана, это как бы данные, да, это адрес, это данные, команда. Она уже может быть считана. Ну, обычно еще, еще есть один проводок, который говорит нам о том, что шина, ну, то есть данные готовы, данные на шине говорят, да, то есть то, что там считать можно вот по вот этому вот набору проводков, оно проверено, то есть оно выставлено, не просто там случайно образовалось. Вот, вот и все, то есть все, процессор выставляет значение, читает команду, дешифрует ее, выдает какой-то результат, опять же на шину, да, читает следующую и так далее. Ну, есть, обычно его логика такая. Либо он инкрементирует, да, ну, сейчас я так, чтобы не забегать вперед, сильно уж. В общем, процессоры бывают разные. Иногда размер команды всегда одинаковый, допустим, там, 3 байта, или там, 4 байта, да, тогда процессор может просто, вот этот адрес просто каждый раз увеличивает на 4, да, увеличивать, увеличивать. И каждый следующий, там, каждую следующую команду где-то в памяти читать по следующему адресу, ну, на 4 байта вперед. Читать, 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 если не встретятся команды, например, там, jump, ну, переход, да, или вызов функции, или еще что-то, которые модифицируют эту логику. Они просто берут и перезагружают этот процессор, этот регистр другим значением. Все, а так процессор выполняет, вот, шаг за шагом. Бывают процессоры, у которых длина команды, она меняется, ну, в зависимости от того, какая команда, да, бывают команды длинные, короткие и так далее. Вот этот дешифратор, который команда дешифрует, он как раз и определяет, а как изменить вот это вот значение следующего, значение ячейки, где лежит следующая команда. Это вот часть дешифрации. Ну, мы детально про это будем не сегодня говорить, как там это все выбирается в разных процессорах. Вот и все. И все происходит точно так же. То есть положил, взял команду, выполнил, положил данные. Взял команду, выполнил, положил, все, ничего не меняется абсолютно. Вот это такой вот механизм. Вот. Понятно? Окей. Еще вопросы какие-то есть? Вы сказали, что память там третакта тихая, вот как генератор частоты понимаешь, что на третакте надо что-то. А это не генератор частоты, задача. Генератор частоты задает время. Окей, понятно. Ну вот смотрите, давайте вот этот провод. Давайте думать. То есть, сам говорит, что я готова. Да, да, да. Ну, бывает по-разному, опять же, да. То есть мы про это будем говорить в отдельном. У нас будут там лекции, как это устроено, какие там протоколы доступа к памяти. Это целое, это гораздо сложнее. Вот сегодня у меня задача такая. Дать вам понять, как это работает железно. Чтобы потом просто все остальное, оно тут, ну, оно некая оптимизация. Вот как-то там настроили, чтобы было веселее, лучше, там и так далее. То есть вот колесо изобрели, все. Все поехало. А дальше уже там запорожец, мерседес. То есть это просто разные способы использования колеса. Вот здесь вот такая, значит, вещь. Давайте теперь выявим, что здесь плохого в этой архитектуре. И сделаем, как я обещал, перерыв. Вот где здесь изъян? Что в итоге получается? Где в итоге? Ну, выход. А вот смотрите. Мы это говорили. Давайте еще раз проговорим. Да, на самом деле любое исполнение программы – это не что иное, как модификация памяти. Вот у вас в начале память была в таком состоянии. Вы поработали. 363 тысячи команд выполнено, а в другом состоянии. Все. Вот и весь выход. То есть у вас всегда результатом выполнения программы является модифицированная память. Все. Ничего другого. Конечно, вы видите там на экране какие-то картинки, там, не знаю, изображение интернет-браузера, там, и все такое. Это немножко другой вопрос, мы его сейчас обсудим. Это так называемый раздел I.O. Вот вывод на внешнее устройство. Мы сейчас про это поговорим. Но вот само вычисление, сама картинка, которую вы видите на экране, или что-то текст, который вы потом видите напечатанным, или, там, не знаю, что-то еще, это не что иное, как просто образ памяти в каком-то виде. Правильно? То есть вот это очень важно. Сам вычислительный процесс, он такой безликий. Он просто вот завели, и все работает. Понятно, что вы исполняете разные программы. Как? Очень просто. Потому что вот этот друг, начиная выполнять программу какую-то, да, ну, на самом деле кусочек программы у него прямо здесь есть, он так особо не устает. Вот. Он, значит, доходит до момента, когда ему надо взять, найти внешнее устройство, каким-то образом загрузить что-то там, считать оттуда, загрузить в эту память, начать исполнять. Это уже вот загрузка операционной системы, загрузка ваших конкретных программ и так далее. Но по смыслу сам вот этот вот, как бы, ядро, оно ничем другим не занимается, а просто модифицирует память. Все. Чтобы модифицировать память, как вычислительный устройство, надо еще знать, куда ее плачь. А это программа. Ну, то есть, ну, у нас, ну, мы говорили только про то, про вход в программу и какие данные, но нам еще надо, видимо, знать еще адрес, куда положить результат. Ну, это часть кодирования команды. Да, то есть, у нас команду входит. Да, да. Я вот здесь говорил, я еще расскажу, да, вот когда человек, фук, человек, когда вычислитель исполнил, он так же, как и читал команду из разных мест, да, допустим, из памяти, из регистра, там, из кэша, еще откуда-нибудь, да, он точно так же может ее куда-нибудь и положить. Он может ее положить во внешнюю память, может положить в регистр, может там еще куда-то. Есть такое... Тракшн-пойнтер, то есть, он выполняет вот пустые команды. Ну, бывают такие команды в любом процессоре, да, вот ничего не делать, просто такт, ну, вот, что-то занимать время. Вот. Тогда все равно меняется память. Вот этот регистр с указателем команды, с адресом команды, это тоже память. Просто, видите, у нас тут память, она как бы, давайте ее разделять, вот, ну, будем все-таки говорить регистр, память внутренняя, вот, самого устройства. Там тоже есть блоки, которые что-то хранят. Да, и память внешняя. Вот все внешние устройства доступны через шину. Вот он туда, это целая процедура, туда положить, это шину надо заблокировать, туда что-то положить, дождаться пока возьмут, там, что-то такое. Вот, поэтому часто, почему вот кэши, мы про это будем говорить, почему здесь кэши появляются? Потому что вычисления локальны, как правило, вы берете какой-то блок, что-то с ним делаете, и вам не надо туда-сюда ходить в память, правильно? Вы что-то сделали, а потом вот уже вот целый блок положили. Вот, это одна из оптимизаций, мы когда будем разговаривать про архитектуры, разные, посмотрим, как это сделано. Ну, давайте все-таки идентифицируем здесь проблему, в чем проблема. И сделаем маленький перерыв. Значит, проблема здесь такая. Может, когда много вычислительных устройств? О, правильно, а то что происходит? Ну, шина отеля на ресурсах. Правильно, они начинают все воевать за шину, и все тормозит. Причем, если мы более внимательно посмотрим на вот эти много вычислительных устройств, мы увидим, что некоторые устройства, они медленные. Они медленные, они как черепаха, займут шину, долго на нее смотрят, потом что-то там берут. А есть устройство быстрое, например, процессор память. И когда мы их все начинаем через одну шину связывать, получается, что у нас все время вот эти черепашьи устройства прерывают вот эти устройства, которые очень быстро что-то там делают. То есть, если я на шину захватил, он говорит, ну, подождите, сейчас я тут вот развернусь и, значит, вот тут положу. Да, значит, вот. Да, вот эта проблема. Вот эту проблему мы сейчас порешаем. Вот, и так мы выявили вот такую проблему. Да, мы выявили, что, оказывается, если у нас три устройства, два общаются, то одно ждет, если ему надо. А если у нас миллион устройств, два общаются, значит, вот 999998 устройств ждет, пока эти два там поговорят. Вот. Какое решение? Несколько шин. Ну, нужно давать. Сколько? Ну, а это невыгодно. Это хорошая идея. Вот в сетях так делают часто. В сетях, да, так делают. Но это сложно немножко. Вот. Значит, идея здесь такая. Надо первое, что сделать. Первое, это разделить устройство на быстрые и медленные. Это раз идея. Сейчас мы про нее поговорим. Второе, это завести несколько шин для того, чтобы разные устройства, ну, разные типы общения, скажем так, были по-разному, но организованы аппаратно. Вот. И третье решение, третья идея, это кэшировать часть данных, да, то есть не жестко вот там всех спаять, да, и все там, как работают. А вот что-то делать в оффлайн, скажем так. Вот. И еще есть одна идея. Вот если вы старые компьютеры когда-то собирали, я не знаю, сейчас вроде в BIOS никто даже не лазит, да? Нет, нет, нет. Значит, что там есть в BIOS, хорошего. Вот, скажем так, где-то, даже не знаю, 5-7, может быть, лет назад сбился со счета, значит, вот всякие люди, которые занимаются там оверклокингом, например, чем-то еще, вот чем они занимались-то на самом деле? Оверклокинг, вот как расшифровывается? Повышение частоты, правильно, то есть производительность компьютера можно изменить следующим образом. Можно взять и вот частоту вот этого генератора, ну, не генератора, а на самом деле здесь множитель, да, стоит, как бы, генератор быстро очень тикает, а вот разные устройства работают на разном множителе. Кто-то работает на каждый первый такт, кто-то на каждый второй, кто-то на каждый, там, пятый и так далее. И вот эти оверклокеры, да, чем занимались? Они просто настраивали таким образом работу устройств, это в BIOS было возможно, ну, и сейчас это возможно, в принципе, для того, чтобы они работали чаще. Ну, понятно, что устройства, когда работают чаще, они греются, ну, поэтому они там, значит, банки с водой для охлаждения и все такое. Вот, значит, теперь давайте вот о чем поговорим. Какая, ну, вот, возьмем компьютер, все-таки вспомним, что у него где-то есть какие-то еще периферийные устройства, мы о них сейчас поговорим. Вот, какие устройства, которые вам известны, работают быстрее всего и должны работать быстрее всего? Ну, процессоры, процессоры, память. Процессор, ну, кэш, он на процессоре прям, так что можно тут не выделять. Ну, это тоже память, все правильно, да, но поскольку она сделана прямо на том же кристалле, здесь совсем другие скорости, здесь нет, скажем так, ну, по крайней мере, внешнего алгоритма синхронизации, да, вот этого арбитража нет. Вот он там сам как-то сделал, у него там есть свои тоже внутри, там, микросети, там, микроархитектура, но неважно. Правильно, процессоры, память. Так вот, разработчики, они стараются в эту сторону походить. И первое дело, что они сделали, они разделили шины, значит, ввели шину, я не буду рисовать, это и так понятно, да, они ввели шину между процессором и памятью, ну, Intel назвал это FSB, как это не смешно, Front Side Bus, да, значит, ну, вот, значит, вот, нечто соединяющее процессор и память именно, для того, чтобы остальные устройства не лезли в этот процесс. Вот, и шины, как бы, периферийные. Ну, периферийные, вот, самые старые, если там начинать вспоминать, там, всякие ИСА, там, вот, PCI, потом, потом, там, вот, что-то еще, PCI-Express, там, АГП, там, и так далее, много чего интересно. Про шины мы отдельно будем говорить, но важно знать следующее, что некоторые шины широкие и параллельные, параллельно используемые, да, вот, а некоторые шины узкие, но последовательные. То есть, как бы, в чем различие, и зачем вообще иметь и параллельные шины, и последовательные шины, вот, что-то я там очень смешное говорю, да, ну, поделитесь. Да, я не так не смешно. Ну, наверное, вроде никто больше не смеется, вот, но, значит, ладно. Значит, вот, последовательные шины хороши, вернее, параллельные шины хороши чем? Тем, что можно сразу целиком очень широкое слово поставить на шину и за один, там, так, ну, за один прием, скажем так, считать, да. А последовательные шины, вот, приходится по кусочкам, допустим, там, если у слова у нас там 4 байта, да, мы вот по байту туда ставим. Но у них есть преимущество. Если параллельные шины мы не можем делать длинными, проводов много, мы удлиняем, они там начинают какие-то там странные токи возникают, что-то там физически происходит неприятное. Вот. А последовательные шины могут быть достаточно длинные, вот, поэтому в основном все. Все шины, все интерфейсы, которые вы имеете внешне, они в основном все последовательные. Вот у вас параллельных, ну, вот, раньше был там сказе, да, такой вот, широкий такой шлейф, там, я не знаю, кто-то из вас, может, видел там подключение там принтеров или сканер давно, лет там 10 назад, наверное. Вот сейчас все последовательные, в основном там, USB там еще что-то, они последовательные. Вот. Так. Теперь давайте. Ну, про шины у нас отдельная будет песня. Давайте про ввод-вывод поговорим. Про ввод-вывод. Значит, правильно, вот кто-то там заметил, да, вот вы, по-моему. Что же является результатом работы программы или, там, чего-то вычислений, да, для пользователя? Вот. Для того, чтобы пользователь смог как-то влиять на программу, как-то, ну, на самом деле, что значит влиять? Просто выбирать путь ее исполнения. Программа имеет несколько ветвей, ну, все вы это понимаете, да? И вот выбор той или иной ветви, она зависит от пользователя. Либо от внешних событий, лучше так говорить. Сейчас мы про внешние события поговорим чуть позже. Ну, пока пользователь. Значит, как это выглядит? Вот здесь вот еще в нашей системе есть некий персонаж, который нажимает на кнопки. И как-то, ну, этот человек такой у меня нарисован. Ну, все так рисуют. В общем, я так пишу. Это шляпа. Что так быстрее рисовать, чем человека с ножками. Значит, у нас есть пользователь. Каким-то образом, через периферийные устройства, он меняет порядок исполнения инструкций. Как он меняет? Значит, программа либо готова что-то от него получать и интерпретировать, либо он генерирует какие-то события, обрабатывать которые программа готова. То есть, она, в принципе, не готова, что вот ее так будут использовать. Она не ждет ничего от пользователя. Но если пользователь что-то такое, Ctrl-C нажимает, ну, хорошо, я умею это делать. Я просто выключаюсь, да? Вот. Значит, появляется. Ну, и, соответственно, пользователь взаимодействует с компьютером, ну, глядя на что-то, да, или там на принтер, или на экран, или еще каким-то образом. Возникает периферия. Вот. Теперь смотрите, какая получается история. Периферия – это отдельное устройство, обладающее своими процессорами, там оно как-то устроено. Ну, вот, монитор возьмем. Это же тоже компьютер. Там есть вычислительное устройство, есть? Есть. Там есть память, там есть шины, то же самое, абсолютно. Вот. Но, вот такой специфический, как бы, компьютер. Вот. Значит, вот это внешнее устройство каким-то образом надо в нашу вот эту схему интегрировать. Да, но мы можем интегрировать. Мы уже договорились, как. Мы делаем шину. Ну, либо используем эту шину, либо делаем еще какую-то шину. Вот. Ну, допустим, давайте предположим, что это шина PCI. Все же слышали, что такое PCI. Ну, вот, шина общего назначения, какая-то старая. Вот PCI. Шина. И к ней мы можем подключить монитор. К ней можем подключить клавиатуру. Ну, к клавиатуру PCI странно подключать, но мы подключим. Можем еще что-нибудь подключать. Подключим. Подключили. Да, мы умеем данные выводить. Можем выводить. Давайте разберемся, как это происходит. Вот я на клавиатуре нажимаю кнопку. И я ожидаю, что вот этот процессор, вот этот вот совсем не связанный, сейчас мы тут связи нарисуем, должен как-то поменять порядок исполнения команды, что-то сделать. И память как-то по-другому модифицировать уже не так. Ну, по крайней мере, какой-то символ, там, мне напечатать. Вот уже на другом устройстве. Я нажал, хочу видеть тут букву. Непонятно, устройство разное. Так вот. Это тоже компьютер. Да, давайте вот эту шину все-таки подключим сюда. Ну, очень просто. Мы возьмем специальную микросхему. Мы пока не будем ей давать название. Просто микросхема. Скажем, что эта микросхема занимается следующим. Она с одной стороны подключена к одной шине, с другой стороны к другой шине. Что это такое? Значит, она выполняет роль одного из таких устройств любых, которые могут использовать шину, то есть блокировать, чтобы туда выставлять, читать, если надо. С другой стороны, она знает о том, что есть еще какая-то шина. Или даже мы можем вместо этой шины нарисовать какое-то устройство. Прямо четко. Вот это вот контроллер, там, какой-то шины, либо контроллер устройства. А на самом деле набор микросхем, которые отвечают за координацию всех устройств, ну, вот на системной плате в данном случае, называется просто чипсетом. Да, почему? Ну, чипсет по-английски это просто набор микросхем. Да, поэтому я и сказал, давайте воткнем просто микросхему и никак ее не назовем. Это просто одна из микросхем на плате. Вот. Так вот, чипсет это просто набор микросхем, который ответственен за координацию устройств на системной плате. Вот что значит ответственен, давайте разберемся. Ответственен это значит, во-первых, эти микросхемы или чипсет, да, реализуют алгоритмы ну вот, часть чипсета, да, доступа к шине, алгоритм блокировки шины, да, алгоритм значит, ее захвата, освобождения и так далее. Вот. Эти же микросхемы отвечают за обработку прерываний. Вот теперь давайте поговорим про прерывания. Ну, все такое же слово слышали, да? Все знают, что это такое. Почти. Да, давайте вот в нашей картине мира сделаем прерывания, да? Смотрите, у нас есть генератор частоты, у нас есть процессор и память. Что-то там в этой памяти загружено, но допустим, что-то там как-то появилось. Может быть, это результат просто выполнения команд последовательной, программы, которая сама себя генерит. значит, вот мы включили компьютер, генератор частоты стал тикать, задавать время, процессор стал работать. Работает, 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 но тут я нажал на кнопку. и возможности остановить процессор у меня как бы, нет, потому что он занят там. Он просто каждый такт обрабатывает одинаково. Просто читай следующую инструкцию, что там было, исполняет ее, выводит результат в память. Все. Так вот, для того, чтобы процессор приостановить, у него есть ножка. но она тоже подключена к шине, но не важно. Ножка ровно одна. Она называется ну вот и интерапт. То есть, если на эту ножку подать напряжение, подать сигнал, у процессора аппаратно включается другая схема, другой кусочек исполнения. В нем, внутри включается. Не тот, который берет инструкции из памяти, читает, декодирует, исполняет и выводит в память. А другой, который берет инструкции с другого адреса. Вот эта область в памяти. Ну, давайте ее пока назовем обработчики прерываний. Вот, дальше мы про это будем подробно говорить. Но, смысл заключается в следующем. Я нажимаю здесь на кнопку на клавиатуре. клавиатура посредством какой-то своей шины, устройства какого-то, неважно, выставляет здесь, на вот этой шине, которой подключен процессор, к которой у него ножка и подключена тоже, сигнал прерывания. Чем в этот момент занимается процессор? Процессор вместо чтения, ну, ту, которую исполнял инструкцию, он продолжает исполнять, заканчиваю. После этого он останавливает, бросает все в том состоянии, в котором было и просто загружает вот сюда, а это что такое? Это указатель на следующую инструкцию. Вот он загружает сюда не инструкцию следующую, адрес следующей команды, а загружает специальный адрес, который называется адрес какого-то обработчика прерывания. Пока забудем, какого, будем считать, что он у нас один. Вот. И начинает исполнять этот код. То есть он, в принципе, делает то же самое, но один маленький шаг перед тем, как делать то же самое, меняет адрес, который он начинает что-то там исполнять. То есть процессор железный, это очень хорошо. То есть он, он не думает, он раз, все. Это очень выгодно, потому что если процессор думает много, он тормозит. Вот. Теперь чем же занимается вот этот код, обработчик прерываний, специальная, ну, кусок памяти, где какие-то тоже команды лежат. Он занимается следующим. Он пытается понять, почему прерывали процесс вычислений. Вот. Как он пытается понять? Есть возможность какая-то, мы сейчас про нее поговорим, определить, какое из устройств требует внимания. А вот что значит я нажал кнопку на клавиатуре? Я же не одним вот проводком соединен, правильно? Со всей нашей вот этой картиной мира. Я соединен тоже через шину, да? У меня есть тоже здесь какие-то данные вот готовые на эту шину выставлены, да? Вот какие-то данные. У меня есть, ну, я не знаю, наверное, какой-то идентификатор, кто я такой вообще, клавиатура я вот, или мышь. Ну, мышь прерывания не генерирует, ну, не важно. Ну, кто-то я, да? Вот. То есть, вот этот обработчик прерываний имеет возможность определить, кто требует внимания, кто прервал, и получить с него быстро данные. Почему это надо сделать прямо сейчас? Это надо сделать прямо сейчас, потому что я вот кнопку-то могу отпустить, и все, и неизвестно, что я там нажал. Либо пакеты по сети пришли какие-то в сетевую плату, да? Сетевая плата, конечно, тоже это компьютер, тоже там процессор есть, память и все такое, но память наполнилась, и у меня есть вот там, не знаю, 20 миллисекунд, чтобы эту память куда-нибудь скопировать. Если я не скопирую, все, провода, там другие придут сигналы, и все, я потерял данные. Вот, поэтому вот эта программа называется обработчик прерывания. Прерывание делает так, обработчик прерывания делает следующее, он сохраняет контекст по возможности, ну, чтобы вот этот процесс, который, которого прервали, ну, процесс мы пока не говорили, программа, вот эта последовательность инструкции, которую мы исполняли, чтобы она не заметила, что ее прерывали, ну, то есть, если она складывала, она вот в регистре, там, каком-то увидела результат, вот ожидает ее на следующей инструкции поиспользовать, чтобы она его, там, случайно, что-нибудь другое не увидела, в обработчик прерывания быстро сохраняет контекст, что такое контекст, ну, это вот набор регистров например то есть некий образ который можно потом воссоздать быстренько обрабатывает прерывания в простейшем случае это просто копирование данных куда-то например если у меня есть там клавиатура например да с клавиатурой где-то в памяти сопоставлен кусок памяти небольшой который называется буфер клавиатуры просто до копируем все вот сама по себе клавиатура она не занимается интерпретацией там вот этих данных она просто их умеет поставлять по символьно даже их копить не умеет ну может умеет но будем думать что не умеет все эти данные здесь складываются потом когда они кому-то понадобятся они будут доставлены то есть если здесь появятся инструкции которые вдруг захотят прочитать что там пользователь нажал в клавиатуры им это будет дано они вот отсюда этой как раз и прочитают вот так вот прерывание до прерывания это очень важный механизм это один из как бы ключевых механизмов дальше на мы увидим вот то есть вычислительный процесс есть он работает автоматически там всего три шага если очень сильно огрублять прочитали исполнили записали всего но этот процесс можно прервать для чего для того чтобы обработать сигналы внешних устройств а теперь смотрите вопрос ножка у процессора у нас одна а устройств 200 внешних чё делать и что сейчас сейчас подождите вот у меня у меня значит сколько я сказал 20 устройств до три устройства одновременно говорят этой микросхеме это вы имеете ввиду какую какую-то да при у меня есть данные для процессора прервите его как ну хорошие размышления да здесь значит давайте давайте вот все таки попытаемся разобраться насколько она умная как она устроена что какие тут идеи могут быть вот обработан есть 20 устройств как их обрабатывать вот значит микросхема микросхема очень простая сейчас я вам ее нарисую она она вот такая вот у нее один выход и сколько-то ножек 3 например ну или там 8 вот это микросхема очень похоже на вот эту только у меня тут выход один но на самом деле то же самое да то есть микросхема делает следующее она имеет одну ячейку памяти здесь какую-то в которой она может хранить конкретно какой из вот этих вот устройств по какой ножки пришло прерывание и вот эту ячейку памяти она в принципе может скопировать в какую-то память которая доступна процессор ну либо процесс отсюда можно взять неважно вот то есть когда сюда приходят прерывания она может по какому-то алгоритму выбрать кто сейчас вот прямо сейчас может получить обработку от процессора то есть кто первым будет обслуженную и когда процессор прерывается в процессор это одна нога процессор может прочитать номер вот этого устройства ну хорошо у нас тут 8 ног а устройств больше тогда мы делаем еще одну вещь мы берем точно такую же микросхему к одной из ног подключаем если нам еще раз не хватает мы можем еще одну подключить точно так же это вот называется каскадирование прерываний да то есть мы можем создать любую архитектуру любое количество уровней обработки прерываний вот но здесь есть один момент момент такой когда прерывание обрабатывается в тот момент когда прерывание обрабатывается может поступить еще прерывания здесь нам надо решить что делать какие есть идеи правильно прервать то прерывание смотрите какая штука получается мы можно создать такой процесс прервать начать выполнять это прерывание придет другое начать выполнять другое начать другой но в каждый раз нам надо сохранять контекст где-то если мы начнем это хранить во внешней памяти а прерывание ведь разные бывают например внешняя память скажет упс у меня место кончилось мне на диск надо а мы тут должны контекст сохранить ну то есть тут очень сложно вот не получится так в общем виде решить поэтому делается следующим образом существуют несколько но вот каскады до несколько уровней прерываний это первое а второе существует маскирование прерывание маскирование от наложения маски например если мы начинаем обрабатывать прерывания на этом уровне ну какие-то устройства у нас сюда подключены да это значит что при мы выставляем специальный флажок где-то опять же да я тут вот на шине все флажки выставляют на самом деле процессора есть специальный регистр там всякие разные флажки лежат мы выставляем флажок который говорит мы сейчас находимся в прерывании обработчики прерывания и это значит что вот если я обрабатываю уже прерывания все остальные ну ну не вышло все значит либо они будут повторять это уже протокол взаимодействия да то есть я допустим вот я сетевая карта ну хорошо я не сетевая карта значит ну я какое-то устройство до которое вот хочет протолкнуть данные вот в систему до снаружи я проталкиваю не получается я не получаю подтверждение что я там их вот протолкнул да значит ну есть протокол и но я еще раз пытаюсь там через какой-то еще раз пытаюсь но надоело мне я тогда бросаю все и загорается лампочка там не работает вот то есть есть всегда протокол всегда вот как бы верхний уровень вот так прикладной уровень что ли да вот не физическая прикладной он всегда какой-то более сложный более разумный да он что-то там повторяет там что-то ну либо это неважно послал не получил да ну смотрите здесь вот такая идея сейчас я сотру а я вот здесь нарисую смотрите но вот рассмотрим у нас есть одна микросхема у нее допустим три ноги это значит что три устройства я могу подключить вот а здесь вот в этом вот кусочки я могу записать числа 012 это значит вот какое-то какая конкретно нога является источником прерывания ну здесь вот я специально так вот очень просто рассказываю на самом деле все это не так устроено но идея такая вот мы подключаем другую штуку вот значит если и и что у нас получается у нас на выходе получается уже сколько раз два три 4 5 ног я уже пять устройств могу подключить да здесь такая идея если прерывание приходит по этой ноге допустим значит если удается захватить вот это вот это устройство да если удается захватить это устройство ну здесь не было никого до на том же уровне то тогда получается здесь лежит номер вот этой ножки а здесь лежит номер вот этой ножки то есть мы всегда можем определить топологию как вот она соединена прямо сейчас вот понятная идея вот то есть вот это очень простая идея это просто мультиплексор ну или как-то вот некий вот схема переключения данные через эту ножку никак не попадает это сигнал вот сейчас сейчас про данные значит про данные ну вот смотрите вот эта картинка вот шина слева что-то справа что-то нам ничего не напоминает вот здесь тоже есть память здесь тоже есть что-то значит обработчик прерывания смотрите обработчик прерывания определяет что за устройство да ну вот мы можем вот так определить что за устройство но мы где-то табличку создали в момент загрузки до что эта клавиатура это там что-то еще мышь ну что-то короче джойстик это еще что-то это еще что-то это еще что это значит когда обработчик прерывание получает управление он получает всегда когда эта ножка срабатывает доходит до сюда до процессор прерывается он может посмотреть по какой ножки пришла эта клавиатура значит обработчик прерывания должен выполнить тот кусочек кода который знает о том как устроена клавиатура как взять у нее данные да что для этого надо сделать ну сходить заблокировать вот эту шину вот это все тут ну какой-то механизм да вот вот этот вот кусочек который знает как устроена клавиатура называется драйвер то есть это такая вот такой кусок кода который знает конкретное устройство теперь вот пару слов ну раз вы уж про это заговорили скажу хотя не планировал значит вот наверно все вы видели может не видели ну что нибудь такое начинаете там где-то в устройствах ковыряться в какой-нибудь операционной системе там есть такое номер прерывания и диапазон адресов ввода вывода да вот кто-нибудь слышал то видел такой встречал ну вот вы какой систем пульс windows linux на минус linux да где бы вам в linux это такое посмотреть не знаю ну там какой-то открываете какой-то диспетчер устройств там что-то такое где-то там я тоже linux пользуюсь на пользовательском уровне никогда и адресов вода вывода что-то честно не было такой задачи в общем идея в следующем самом простейшем случае каждое устройство которое вы подключаете внутренне или внешне ну который обладает своим процессором условно да она получает номер прерывания номер обработчика прерывания для того чтобы вот этот вот обработчик не был слишком сложным чтобы он все время не думал а вот кто это чтобы он не лес не пытался вот вот что-то тут декомпозировать вот кто же тут вот что-то делает так вот вот номер всегда на процессоре информация такая прерывание и у него доступен номер сразу прерывания а вот по номеру прерывания к нему привязан конкретный обработчик первого прерывания второго прерывания 3 при на 4 прерывания он просто берет этот номер и вот этот обработчик прерывания вызывает теперь что такое но иногда иногда если устройство медленные они могут прерывания шарить разделять то есть они могут одним из пользоваться значит номером прерывания клавиатура там чем пищу джойстик могут спокойно на одном прерывании это прерывание это информация о том кто вызвал теперь значит вот обработчик каждого прерывания ну как правило просто драйвер драйвер теперь значит иногда устройство они поставляют очень много памяти ну очень много данных да им надо скопировать вот я сетевая плата я получил там пол гигабайт ну хорошо 100 килобайт и мне надо это быстренько как передать в основную память потому что у меня там я очень быстрая сетевая плата мне там уже шлютая еще не передал вот поэтому есть так называемый еще диапазон адресов ввода вывода что это такое это следующее вот у этого устройства есть своя внутренняя память ну допустим это адреса там один два три четыре ff 255 адресов вот возможно взять и вот ну скажем так хорошо давайте одну микросхему здесь назовем она обычно внутри процессора ну давайте отдельно нарисуем называется мм ю на море менеджмент юнит да вот можно так настроить эту микросхему на старте что она будет аппаратно отображать вот эти адреса 123 ff в какой-то такой же такого же размера вот тут вот кусочек памяти это значит что не надо будет использовать какой-то сложный протокол там захвата шины чего-то еще для того чтобы эти данные прочитать что-то там с кем-то договариваться а можно просто сразу читать здесь по этой памяти вот в этой памяти но используя протокол доступа к основной памяти получить данные которые здесь это вот называется отображение памяти ну а уж как использовать этот диапазон ввода вывода но если это устройство и читает и пишет ну то есть и поставлять данные получать данным и можно поделить там на две части можно так например это вот им это out вот да что почему но зависит ну миллион на счастье клавиатура поставляет 1 байт миллион байт это мегабайт до миллион подключить но скажем 10 триллионов тяжелее до подключить хотя тоже можно но идея такая если у вас есть кучка мы про это будем говорить если у вас есть кучка одинаковых устройств то как правило например дисков да ну вот вы диски подключаете подключаете там алгоритм доступа к конкретному диску он в общем то такой же как алгоритм доступа к любому другому меняется только ну там номер диска ну там как номер блока тому то есть какие-то мелочи то есть у вас на самом деле обработкой занимается один и тот же драйвер внутри одного и того же обработчика прерываний просто он знает ну например вот вот это просто пример расширяю вот здесь вот в этой памяти в двести пятидесяти пяти байтах сколько вы миллион захотели мы выделяем 20 байт для того чтобы идентифицировать какая именно клавиатура остальное используем для то есть протокол взаимодействия устройства с системой ну как бы с одной системой сложно с основным вот этим вот куском системы он специфический для устройства либо для их пачки некоторые устройства каскадируются например вот там шина юсби да она может но микросхемы до юсби да они они могут поддерживать юсби концентраторы которые сами по себе вроде устройства юсби но но они какие-то такие пустые до их задача подключать другие устройства да тут уже такой каскад да то есть это один и тот же один и тот же механизм доступа один тот же протокол вот и один и тот же драйвер это может обрабатывать ответил то есть миллион клавиатур подключить в принципе да включаем устройство правильно что должно срабатывать прерывание на то что подключили подключили вот друг этого места очень интересно что за клавиатуру воткнули вот писи ту ну ps2 клавиатуру если воткнете система не заметит почему потому что протокол взаимодействия периферийного устройства с системой он таков что неизвестно когда вы включили вот если вы юсби включили значит протокол такой что устройство юсби должно себя зарегистрировать в дереве юсби устройств она генерирует прерывание сейчас на клавиатуре нажали мы уже знаем система сконфигурирована сейчас давайте разберемся мы это кто это пользователь так я я я воткнул клавиатуру до что произошло в этот момент хорошо ничего не произошло я не нажал системы еще не знали ничего про никакого прекрасно на них так вот вот и не нужно понять что и ничего и ничего не произошло правильно неправильно правильно если устройство смотрите вы же не просто вот давайте разберемся в две разных клавиатуры рассмотрим вот ps2 клавиатура да вот вы ее включили и ничего не произошло даже если вы нажмете на две кнопочки ничего не будет работать если вы включили клавиатуру в момент уже когда система работает почему потому что клавиатура я вот к сожалению этот момент не рассказал ну ладно я еще раз расскажу нас что-то время долго разговариваю значит потому что часть устройств процесс загрузки когда будем значит рассматривать мы это поймем более детально вот хорошо процессор начал исполнять вот здесь вот при старте какие-то команды на самом деле он начинает исполнять команды сначала пост ну power of self-test то есть он смотрит я вообще жив у меня память есть процессоры ну то есть какие-то там знаете примитивные тесты ходить могу могу все пошел вот потом bios bios это базовая что там операционная ну система вода вывода до чем она занимается она занимается следующим перед тем как дать управление дальше она делает следующее она берет и смотрит есть ли у меня такая шина есть так если на ней устройство номер 0 устройство номер 0 молчит не эту устройство номер один есть есть она нумерует все устройства и составляет вот некую карту устройств и поэтому если вы потом включили клавиатуру ps2 никто не обнаружит и вообще попробуйте и ничего не увидите да абсолютно точно а теперь почему юсби клавиатура работает потому что у вас есть у вас что здесь другой разъем да в этом вся магия потому что вот этот разъем этот разъем это не просто разъем потому что за ним стоит юсби концентратор это устройство которое bios обнаружил при старте а юсби концентратор он такой ему подают сюда сигналы вот этот тактовый генератор ему продает сигналы сюда а он опрашивает не появилось ли там чего вы воткнули все воткнули значит это обнаружил что появилось то там что-то его то знают он поднял прерывание обработчик прерывания начал исполнять какой-то код а что у тебя там появилась это блочную за нет клавиатура все клавиатура появилась ура дереве устройство или вот например магия в старых линуксах значит вы втыкаете флешку и не работает а в новых линуксах и втыкаете вас сразу ярлык появляется на столе вот почему да потому что по таймеру существует некий там но не по таймеру на самом деле существует некий механизм в дереве устройств линук современным который поддерживает динамическую конфигурацию если устройство появилось генерирует события но рассылается всем заинтересованным в юзер спейси да я заканчивая знаю значит юзер спейси есть специальная программа которая умеет обрабатывать эти сообщения авто маунтер называется она берет вызывает команду маунт ну то сделать всю ручную работу которую раньше делали руками давайте я вам следующий раз расскажу если вы мне напомните хорошо но запишите куда-нибудь и так и так значит друзья сегодня домашнее задание домашнее задание отсутствует ну потому что пока это обзорный материал и видимо я еще часть следующие лекции вот но когда-то в понедельник еще значит закончу с этим и дальше мы перейдем к архитектурам там системам команд к процессорам и так далее ну как устроен схема техника на как этих компонентов карты соединяем очень простейший компьютер пока не вдаваясь подробности как они работают вот сегодня мы ну во первых попытаемся посмотреть как вот это вот вся архитектура базовая архитектура примитивная масштабируется ну как бы отображается в макроэнергии как из таких же точно блоков сложные вычислительные системы и как из таких же точно блоков